В Новоусманском районе Воронежской области объявили о закупке автомобиля почти за 5 миллионов рублей для администрации отратинского сельского поселения. Но после вопроса от блокнота Воронеж закупку резко отменили, мол, не так все поняли. Автомобиль обязательно должен был быть нулевым, из серии ни бит ни крашен. А что, если бы такое авто было бы у главы поселения, то по каким бы местным дорогам он катался? Давайте проверим на примере села Александровка. Как известно, по этой дороге ходит школьный автобус, которому каждый день, маневрируя, приходится преодолевать трудности в виде широких ям. Видно, что жители поселка стараются своими силами с помощью плит сделать ямы менее глубокими. Но все же таким способом проблема не решится. Куда смотрят дорожные службы и администрация неизвестно, но в данный момент времени вы все видите своими глазами. А сейчас мы спросим у местного поселения о качестве дорожного полотна. Сергей, расскажите, как вы считаете, автомобиль за 5 миллионов рублей для сельской администрации сильно необходим? Я считаю, что в рамках сложившейся ситуации в стране, по меньшей мере, главе администрации Кокину, это не патриотично даже заказывать такой автомобиль, когда идет у нас специальная военная операция. Когда деньги нужны для другого, для помощи семьям и все остальное. То есть я считаю, что Кокин, ну, по меньшей мере, не патриот, не сказать большего. Достаточно, я думаю, что даже Нивы обычной трехдверной или Лады Гранты для его царственной персоны даже больше, чем достаточно. Что вы скажете про дороги в вашем поселке? Доставляют ли они дискомфорт и какой? Значит, я скажу про дороги. Мы не единожды обращались в администрацию от Ронецкого сельского поселения к главе Кокину, к его заместителю Зайцеву. Зайцев выезжал на место. Ответ один. Проезд не затруднен. Денег в бюджете на Александровку не заложено. Вот, но. Есть одно но. Когда рядом возводился ЖК Александровка, который строил ВМУ-2, дороги поселка использовались как подъездные пути строительной организации. И администрация должна была заставить строителей после ухода и окончания строительства восстановить дороги, которые они разрушили. Этого сделано не было. По каким причинам, неизвестно. На это вот хотелось бы, чтобы это ответила администрация от Ронецкого поселения, но и по возможности администрации на Усманского района. Считаете ли вы, что администрация таким образом заботится о жителях? Я имею в виду, останавливают лихачей эти ямы? Ну, на что, что лихачей они не останавливают. А вот то, что составляет неудобство школьному автобусу, скорой помощи. У нас очень много инвалидов и детей, и малолетних детей. Особенно грудной и до двух-трех лет. То есть люди с колясками, прыгая по этим ямам, каждый раз вспоминают Кокина и Зайцева. Они бедные все обыкались. Какой бы автомобиль подошел главе администрации с такими дорогами? Если бы по старым советским, Запорожец. А так Лада Гранта, самая для него царственная особая. В администрации достаточно машин, у них есть Нива, Шевролет. Чем она не устраивает Кокина, я не знаю. Почему нужно купить машину за 5 миллионов и движком на 300 лошадиных сил? Куда гонять-то? В Атрадом тоже дороги не очень. А про Александрку деньги не доходят никогда. Продолжение следует...